Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Зависшие в МВД. Какими достижениями в расследованиях резонансных убийств похвастался глава нацполиции? Вопросы ребром. Смог ли Олег Лешко пояснить детективам НАБУ свои приобретения? Путешествующие отходы. В преддверии годовщины трагедии. В Чернобыль приехал львовский мусор. С северокорейским приветом Пхеньян провел масштабное учение. Как реагируют Соединенные Штаты? Результаты на словах. В расследовании убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова уже есть позитивные сдвиги. Такое заявление сегодня на коллегии МВД сделал глава нацполиции Сергей Князев. Правда, какие именно, не конкретизировал. Похвастался Князев также возросшей раскрываемостью преступлений, в частности умышленных убийств, но тоже не сказал ничего определенного. Признался лишь, что остается 79 так называемых висяков. Зато, пользуясь присутствием на коллегии премьер-министра, он пожаловался на нехватку денег. В этом году госбюджет удовлетворил потребности ведомства лишь на 40%. На сегодня полиция обеспечена нафтопродуктами. Лише полипень, набоями, потравень, одностроем, только, на жаль, окремые подраздели полиции. В большинстве областных центров и местах полицейские не переделись. Что касается патронов, то еще в декабре прошлого года, когда в Княжичах Киевской области произошел конфликт между полицейскими, их, похоже, хватало. Тогда, напомню, во время спецоперации по содержанию банды грабителей, сотрудники госохраны и спецподразделения КОРТ устроили перестрелку, в которой погибли пятеро силовиков. По результатам служебной проверки из МВД уволили 8 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. Еще 12 отделались дисциплинарными взысканиями. Позднее новоназначенный на тот момент глава нацполиции Сергей Князев заявил, что дело передано в ГПУ. По результатам расследования генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что первый выстрел произвел сотрудник полиции госохраны. А столичных полицейских могут обвинить в убийстве, похищениях людей и пытках. Об этом сообщил начальник департамента по расследованию особо важных дел ГПУ Владимир Гуцуляк. След силовиков в деле черных риэлторов появился после обысков у подозреваемых. Прокуроры нашли картотеку потенциальных жертв, которой могли воспользоваться силовики. В ней более тысячи адресов. По версии ГПУ злоумышленники завладевали недвижимостью, запугивая и пытая своих жертв. В основном это были одинокие пенсионеры и социально незащищенные люди, проживающие в центре столицы. В ГПУ не исключают, что в этом деле вскоре появятся новые фигуранты-правоохранители. ГПУ. Пока в столице полиция жалуется на нехватку патронов, в регионах пули разлетаются по делу и без. В Харькове пьяный полицейский устроил стрельбу прямо на детской площадке. С кем он выяснял отношения подобным образом и чем закончились эти разборки, узнаем от Светланы Шикеры. Выстрелы на детской площадке мамы с детьми услышали около пяти вечера. Ну вот выстрелы какие-то, как петарда, и крики, и все. А кто кричал? Мужчины. Мужчины кричали? Мужчины просто как ругались между собой. Эти женщины видели, как дети начали кричать и бросились в рассыпную. Да и дети, он вот стол, там люди были. Он доминошники. Когда прибыла полиция, игравшие в домино мужчины уже самостоятельно скрутили дебошира и выбили из его рук пистолет. 36-летний житель города Харькова поводил себя неадекватно, хулиганил и, со слов граждан, которые были присутствием на месте события, также скоил пострел с травматичной оружием в землю. Задержанный объяснил, дескать, взялся за оружие, защищая свою жену. Патрульные полицейские запитали у затриманного человека его версию подий, что самое случилось, на что он ответил, что эти трое неведомых граждан образили его дружину, через это возник у них конфликт. Стрелявший оказался патрульным, да еще и с капитанскими погонами. Раньше работал в милиции, прошел переаттестацию и снова поступил на службу. Журналистам задержанный твердит, не стрелял. Я не стрелял. То есть вы не подтверждаете, да, что вы стреляли? Нет. А оружие ваше? Оружие мое. Разбирались с дебоширом довольно долго. В полиции было машин 3-4, ты в наручники одевали, ты снимали, ты вводили, сажали в машину, ты выводили. Как квалифицировать это правонарушение в полиции до сих пор не решили. Пока же на время расследования отстранили дебошира от работы. Сейчас находится, ну на тот момент, находился на выходном. Нарази за данным фактом, керевництвом заинициирована служба проверка. И это не единственное ЧП с оружием за минувший день. В центре Харькова на проспекте Науки трое мужчин на глазах у прохожих перекладывали оружие из одной машины в другую. Когда патрульные осмотрели автомобиль, то нашли в салоне автомат Калашникова, помповое ружье и пистолет. Лидер радикальной партии Олег Лешко сегодня побывал в НАБУ на допросе по делу о незаконном обогащении. Напомню, только за последний год нардеп и его гражданская жена приобрели недвижимости на 20 миллионов гривен. При этом официально ни один из них не владеет никаким бизнесом. Вот это имение площадью 550 квадратных метров, сейчас вы его увидите, в поселке под Киевом Лешко приобрел в начале этого года. На вопрос, откуда у него такие деньги, которых, к слову, в декларации политика нет, глава радикальной партии заявил, что взял кредит. Сегодня на этот вопрос он должен был дать пояснение детективам агентства. Сам Лешко уже успел назвать вызов свой на допрос политическим заказом, а журналистов, которые интересуются его недвижимостью, обвинил в фальсификации расследования. Я стверджую, я стверджую, вы задаете вопросы, потому что вы фальшировали эти так называемые расследования. Поэтому, когда вы задаете вопросы, идите к Холодницкого, который выполняет политическое заказание, задавайте вопросы. Я требую от Холодницкого, прокурора САП, который сейчас проживает в Львове, я требую от него публично сообщить гражданство и мне, на какой основе и за каким фактом порушено криминальную справу. Наши корреспонденты по совету Лешко обратились к главе САП Назару Холодницкому с просьбой прокомментировать слова главного радикала. Если досудовое следствие не соберет достатных данных для оголошенной подозри по заказанным факту, то проведение будет закрыто. Я, как прокурор, который совершил нагляд в форме процесса на детективе НАБУ, сделаю все, чтобы было принято законное решение. Но делать истерично кричать, делать какие-то голосованные заявки, обзивать, так, как он себя нахабно поводил в час допиту, так, как он обзывал прокуроров, извините, мудаками, урками, какие там еще слова были, это не уровень лидера политической партии. Радикальная партия вспомнила сегодня и Юлия Тимошенко. Во время поездки в Одессу она назвала главным спонсором этой политической силы Сергея Рыбалка, у которого в Липецке, оказывается, есть свой бизнес. Как выяснили журналисты, там находится завод по производству снеков, а контроль над ним осуществляется через сеть офшорных компаний. Интересно, что российские производители используют названия, похожие на украинские торговые марки, принадлежащие семье Рыбалка. Например, у украинской марки Мачо есть российский брат-близнец Мачо Хит. По мнению Тимошенко, такая деятельность на территории России – это яркий пример двойных стандартов. Людина, которая главным спонсором этой радикальной политической силы, в Липецке имеет обширный бизнес. Я думаю, что лидеру этой партии нужно придумать название для своего спонсора. Ну, думаю, что кремлевский зазоль было бы непогано, на самом деле. Понимаете, вся украинская политика живет глубокими, аморальными, подвийными стандартами. Краину захлестнула Шариковщина. Причем у каждого такого Шарикова есть свой кукловод. Коснулась Тимошенко и рынка земли. Она сообщила, что на членов ЦИКа давят, чтобы они не допустили проведение референдума о запрете на продажу сельхозугодий. Медлить, по ее мнению, нельзя. Законопроект о снятии моратория может появиться в Верховной Раде сразу после майских праздников. По мнению политика, если это произойдет, землю скупят у людей за копейки, а продадут за миллионы. Парламентскому большинству необходим аудит. Так считает лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Он уверен, что коалиции Европейская Украина, которую создали почти три года назад, больше не существует. Ее заменили отдельные фракции, которые, цитирую, разворовывают страну вместе с МВФ. Сегодня нардеп зарегистрировал проект постановления о создании Верховной Раде рабочей группы, которая проанализирует выполнение пунктов коалиционного соглашения. Он убежден, что результатом этого аудита будет полная фиаско реформ и подрыв доверия к действующему парламенту. Трагическую гибель сотрудника ОБСЕ на Донбассе сегодня обсуждали в Москве. Там генсек Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе Ламберто Заньер провел переговоры с главой МИДа РФ Лавровым. Чем закончилась эта встреча, давайте узнаем. Буквально через день после переговоров с Федерикой Магарини глава ОБСЕ Ламберто Заньер прибыл в Москву. Причина – подрыв автомобиля наблюдательной миссии на фугасе. Мы инициируем процесс внутреннего расследования. Конечно, будет и уголовное расследование для того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом снаряд остался на дороге, которой пользуются гражданские лица. А в ответственности пророссийских боевиков представитель Москвы не говорил. По словам Лаврова, его ведомство выступает за расследование, но выдвигает свои условия. Исходим из того, что расследования должны участвовать наряду со специальной мониторинговой миссией и представители контактной группы, и совместный центр координации и контроля, о котором я упомянул, и власти Украины, и провозглашенные Луганской народной республики. Эти слова Ламберто Заньер оставил без комментариев. Как отметил глава ОБСЕ, несмотря на трагический инцидент, миссия наблюдателей продолжит свою работу на территории Донбасса. Ее мандат недавно был продлен. Мы будем заботиться о том, чтобы модальности нашей работы принимали во внимание прежде всего гарантии физической безопасности наших наблюдателей, а с другой стороны посмотреть на то, чтобы миссии работали эффективно, как и прежде. Кроме того, Ламберто Заньер подчеркнул, медленное выполнение минских соглашений вызывает разочарование. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер. Новые санкции США ввели их в отношении Сирии в ответ на химическую атаку против мирных граждан. Почему в Вашингтоне считают, что это лишь верхушка айсберга, и каким будет их следующий шаг? Дмитрий Анопченко подробнее. Министр финансов лично выходит к прессе, чтобы сообщить. Вводит санкции против двух с половиной сотен сотрудников Сирийского научно-исследовательского центра. Людей, которые, как уверены американские власти, уже пять лет работают над программой химического оружия для Башара Асада. В Вашингтоне считают, что именно люди, попавшие сейчас в черный список, и произвели зарин, отравляющее вещество, использованное в начале апреля для химической атаки в провинции, контролируемой повстанцами. 87 человек тогда погибли. Среди жертв было много детей. В Белом доме уверены, что власти Сирии тайно продолжали работу над химическим оружием, которое официально ликвидировали в стране еще 4 года назад, в 2013. Считать их, кто оказался сейчас в новом черном списке, должны быть заморожены. Американским гражданам и компаниям категорически запрещено поддерживать с ними любые отношения, что деловые, что финансовые. Но авторитетное агентство Associated Press выяснило, что этим шагом Вашингтон не ограничится, что это только начало. Мол, штаты намерены давить финансово, чтобы максимально затруднить или даже полностью блокировать поддержку сирийского президента и его правительства. Так Associated Press сообщает и об ожидаемых мерах в отношении производителей вооружений, всех, кто поставляет оружие режиму, и о возможных шагах в отношении банков, работавших с Дамаском. Сам глава Минфина конкретные шаги разглашать не стал, но подтвердил, продолжат вводить санкции. Санкции очень важны, мы продолжим их использовать. Будут ли вместе с ударами финансовыми еще и удары военные, просят разъяснить здесь, в Капитолии. На днях целая группа конгрессменов-демократов письмо президенту Трампу написала. Мол, господин президент, разъясните, пожалуйста, вашу позицию по Сирии, потому что все члены команды дают противоречивые оценки. Может быть у вас в принципе единого курса нет? По закону администрация обязана ответить. Тогда и станет понятно, чего еще ожидать в отношении Сирии. Новых санкций или не только их? Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В Северной Корее прошли масштабные артиллерийские учения. Об этом сообщают южнокорейские СМИ. Сеул опасался, что Пхеньян в честь 85-летия со дня основания. Народная армия КНДР проведет ракетные испытания. Как на очередную провокацию северокорейцев отреагировали в США и не только? Подробнее мои коллеги. Уничтожить США, нанести превентивный удар по Австралии и потопить американский авианосец Карлс Винсон. Это далеко не полный перечень угроз Пхеньяна. В 85-й годовщине со дня основания Народной армии телевидение Северной Кореи еще раз напомнило о своих воинственных планах. Теперь, когда Соединенные Штаты замахнулись мечом, чтобы убить нас, мы получим свое оружие правосудия. Будем бороться до конца и в конце уничтожим империалистов США. Наше ядерное оружие поможет нам в этом. Соседний Сеул готовился к худшему сценарию. Предполагали, что Пхеньян вновь испытает свои баллистические ракеты. Южная Корея привела свои войска в состояние полной боевой готовности. Мы не исключаем, что провокации со стороны КНДР еще будут. Именно поэтому следим и держим наши вооруженные силы на готове. Тем временем Дональда Трампа новости с корейского полуострова разозлили не на шутку. Американский президент заявил, пора наконец решить проблему КНДР. И созвал на завтра экстерное совещание с Сенатом. А на встрече с представителями Совбезобезопасности ООН разразился критикой в адрес организации. Дискать дипломаты не способны успокоить Пхеньян и защитить мир от ядерной угрозы. И потребовал от ООН подготовить новый пакет санкций против КНДР. Сохранять статус-кво в отношении Северной Кореи недопустимо. Совбез должен быть готов к внедрению новых санкций. Ограничения против ядерной программы КНДР и ее баллистических ракет должны быть еще строже. Пока ООН раздумывает, США перебросили к корейскому полуострову боевую подводную лодку «Мичиган». Она вооружена ядерными крылатыми ракетами. Официальная причина – совместные военные учения с ВМС Южной Кореи. Мы предостерегаем Северную Корею от дальнейшей агрессии. Если, несмотря на наши предупреждения, провокации таки будут, мы дадим ответ. И поверьте, таких ударов Северная Корея не выдержит. К урегулированию конфликта пытаются привлечь Китай и Россию. И если Пекин пока сопротивляется, Москва идет на отдельные уступки. Что касается России, у нас был разговор. Они готовы открыть морской путь, соединяющий Владивосток и северокорейский город Росон. Это поможет справиться с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи. В пятницу состоится заседание Совбеза ООН. Северокорейскую угрозу обсудят министры иностранных дел 15 стран-членов организации. Елена Абрамович, Дмитрий Евчин. Подробности. Телеканал Интер. Пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по опорным пунктам ВСУ на Донбассе. В результате один украинский военный погиб и еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Сложнее всего на Приморском направлении. Все подробности узнаем от наших корреспондентов. Прифронтовая Марьинка снова под обстрелами врага. Местные рассказывают, что о режиме тишины здесь приходится только мечтать. На данный момент, за эту неделю, да, это самое сильное долбануло. Побило хорошо, видимо, дома. Прошлой ночью снаряды повредили несколько жилых домов. У кого-то загорелась кухня, а кто-то вообще остался без крыши над головой. Ну, стены не тряслись, но бухали хорошо. Там стекол нет, там дверей нету и там стекол нету. Обстрел продолжался более часа. По городу боевики выпустили несколько десятков снарядов. Действует по старой схеме, говорят военные. Ну, они выезжают из Донецка. Присоединяются в Петровский район, они выезжают. Она поработала, в Шухи уехала сразу. То есть она, они очень кучно работают. В целом, за прошедшие сутки по украинским позициям в зоне АТО боевики открывали огонь более 20 раз. В ход идет тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Основными районами сбройного протестаяния залишаются Маринка и отделянка фронта Павлопель-Широкины. Уже вечером в штабе АТО сообщили, что террористы убили украинского военного возле Авдеевки. Там позиции активно обстреливают из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из-за частых атак Авдеевка периодически остается без электричества. Почти два миллиона переселенцев из-за боевых действий в Украине вынужденно покинули свои дома. Большинство из них уже три года скитаются по чужим квартирам. Тем временем большинство парламентское блокирует принятие закона о компенсации за утраченное жилье. Кто борется за права пострадавших на Востоке и какие решения они предлагают? Подробнее Ирина Баглай. Ой, дочечка, мы переселенцы. А где жили? В Перевальском районе, станция Хвачевка. У нас там полчение сейчас. Юлия Ивановна с дочерью и внуками, их пятеро, в семье бежала из своего дома под обстрелами. Тогда же получила тяжелую травму. Я уже руку не подниму. Рука, она есть, ее не существует. Я бежала, упала, вывихала. Отбирали оттуда. Бежали от одной беды, попали в другую. Со статусом переселенцев, без дома и возможности устроиться на работу, мать с дочерью ищут средства, чтобы прокормить пятерых малышей. Таких людей в Украине почти два миллиона. И главная их боль отсутствие постоянного жилья и неподъемные суммы за аренду. Сколько сейчас за квартиру платите? Ну вот я зимой платила 1400. Это снимали, плюс коммунальные. Да, и выходит больше 2000. На компенсацию за свое разрушенное или брошенное на оккупированной территории жилье и не надеются. Приходится буквально пробивать каждый закон. Вот у нас закон, самый главный по переселенцам. Это закон, по которому пострадавшие при АТО 17 тысяч у нас раненых мирных жителей, они должны получать поддержку. И они должны, все люди, которые потеряли жилье, должны получить компенсацию. Вот этот закон сейчас для нас центральный, мы его будем пробивать. Задает нардепу вопрос и о том, почему выплаты даже тех мизерных пенсий переселенцам блокируют. По словам чиновников, причина выезда на оккупированную территорию. Мы заблокировали вот за апрель. И не дают, вот она живется раз у нас, без ничего, пенсии нету. Они восстановят, а вы едите, опять остановят. Блокирование пенсий незаконно, отвечает Юрий Бойко. Ведь ранее оппозиционеры выиграли суд против такого решения Кабмина. В планах у оппозиции более десятка инициатив в защиту переселенцев. В Европе 600 миллионов населения, заехало 2 миллиона переселенцев в Северной Африке. Вся Европа, грубо говоря, стоит на ушах. Все занимаются ими, все принимают какие-то решения, Евросоюз собирается. У нас на 40 миллионов населения страны, 1,7 миллиона наших граждан начинают жить с нуля. И государство не занимается должным образом для того, чтобы поддержать этих людей. У нас 14 законов, которые на очереди в парламенте для того, чтобы решить их вопросы. Семья Закировых – типичный пример переселенцев, которые не опустили руки и с нуля начали новую жизнь под мирным небом. Три года назад родители, услышав первые выстрелы, не задумываясь, вывезли своих детей. Сейчас у них 11 приемных ребятишек. Мы со Стаханова переехали. Я с мамой живу уже 12 лет. Из-за военных действий мама не хотела, чтобы дети, и мы видели, чтобы мы не слышали, как бабкают, чтобы мы посреди ночи не вскакивали, не бежали в подвал. За три года семья уже почти выплатила кредит за дом. О возвращении в родной, захваченной боевиками Стаханов, пока не думают. Там проверять нечего уже. Мародеры растащили. Ну, так стены, по-моему, остались еще. И такая участь большинства переселенцев. Их дома или разграбили мародеры, или разбили снарядами боевики. Возвращаться попросту некуда. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Риотко. Из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Ну, а цены растут. На треть выросла стоимость так называемого борщевого набора. Подсчитали в Украинской аграрной конфедерации. Дороже всего капуста и морковка. Украинцы выкладывают за них в два раза больше, чем в прошлом году. Почти 7 гривен за килограмм. Лук и свекла подорожали до 5,5 гривен за килограмм. А картошка подскочила в цене почти на гривню. Причина – сезонное снижение запасов на складах и неблагоприятные погодные условия, которые осложнили доставку продукции, отмечают аграрии. Завтра исполняется 31 год с момента аварии на Чернобыльской АЭС. И в преддверии этой даты в зоне отчуждения нашли ничего сверхъестественного, просто куча львовских отходов. Как они там оказались, разбиралась Галина Якушко. Моя пропозиция очень простая. В Чернобыльской зоне сделать резервный полигон для страны, который должен быть на экстремальных случаях. Я готов это спрофинансировать. Еще одну кучу мусора львовские активисты обнаружили прямо в черте города. Машина сбросила отходы на улице Шевченко, возле бывшей насосной станции. Водителя грузовика задержали сотрудники экоинспекции. Тот сразу начал оправдываться, дескать, не виноват. И туда завел навигатор. А на вопрос, зачем сбросил мусор, ответил, это было случайно. Тут випадковость стало, потому что у меня между кузовом набилось смятя. Я его хотел вытягнуть, но оно там было запрессовано. Я хотел отстунуть немного пресс, чтобы его вытягнуть. И випадково начну на той рычаге, и оно мне перернуло. В слова водителя, как инспекторы не поверили, и составили на него админпротокол за загрязнение окружающей среды. О загрязнении окружающей среды постоянно говорят и активисты во Львовской области, в лесах и даже посреди полейни. Не раз находили тонны отходов. Но пока львовский мусор находят во всей Украине, в самом городе меньше его не становится. Около 200 баков все еще доверху набиты отходами. Галина и Кошки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер-Львов. В одном из киевских ресторанов на улице Саксаганского, возможно, нашли пропавший в прошлом году апостол. Правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в хищении раритета из библиотеки Вернацкого. У них изъяли экземпляр, внешне похожий на оригинальную книгу. Напомню, апостол Ивана Федорова вышел из типографии в 1574 году. Это первая печатная книга в Украине. В Днепре готовятся к майским праздникам. Сегодня на острове Славы, это жил массив Приднепровск, провели субботник. Именно отсюда началась операция по освобождению города от гитлеровцев. Осенью 1943 года Днепр форсировали бойцы 120-й гвардейской дивизии. В память о погибших был установлен небольшой монумент. Сегодня депутаты и местные жители наводили здесь порядок. Для меня это как-то вот все родное. Я сюда ходила, когда была маленькая, еще со своим дедушкой. Сейчас как бы дедушки нет и хожу вот сама сюда убираю. Как бы хочется, чтобы все было красиво и чисто. Здесь форсировали Днепр 200 бойцов 120-го гвардейского полка. В живых осталось только 17. Мы восстановили памятник, мы привели в порядок полностью сквер и посадим 200 деревьев. За каждого, как за живого. Самый влиятельный девичник в мире. В Германии стартовал так называемый женский саммит большой двадцатки. Но на этот раз, внимание, куда больше привлекают не темы форума, а его гости. Вернее, одна из них, дочь президента США Иванка Трамп. Как ее приняли в Германии и почему ей пришлось отвечать за отца. С подробностями Татьяна Лагунова. Журналисты серьезных политических изданий и бульварных таблоидов на ушах. В Берлине Трамп. Не Дональд, но Иванка. Первая дочь Америки и ближайшая соратница президента США прилетела в Германию. По личному приглашению Ангелы Меркель. На обычном рейсовом самолете, одетая не по погоде, в блузе без рукавов, серебристой плессированной юбке и солнцезащитных очках, Иванка Трамп приземлилась в Берлине рано утром. Прямиком из аэропорта в самый дорогой отель немецкой столицы и дальше по делам. Дочь президента США прилетела на так называемый женский саммит большой двадцатки. Его созвала Ангела Меркель, чтобы обсудить роль женщин в мировой политике и экономике. Кроме Иванки Трамп на форум пригласили главу МВФ Кристин Лагард, королеву Нидерландов Максиму, министра иностранных дел Канады Христю Фриланд и других влиятельных женщин из разных стран. Участие в дискуссии Иванке Трамп далось нелегко. Когда она начала хвалить отца, в зале зашикали. И первой дочери Америки пришлось защищать главу Белого дома, которого во время предвыборной кампании обвиняли в неуважительном отношении к женщинам. Я слышала критику в медиа, но у меня личный опыт. И тысячи женщин, которые десятилетиями работали с моим отцом и на моего отца, когда он был в бизнесе. Это доказательство того, что он верит в потенциал женщин и в то, что они могут так же хорошо работать, как и мужчины. Кроме участия в форуме, в программе Иванки Трамп посещение технической академии и памятника жертвам Холокоста. Отдельная встреча с Ангелой Меркель не была предусмотрена. Но канцлер и первая дочь Америки поговорили с глазу на глаз. И скорее всего, не только роль женщин в мировой политике. Многие СМИ сегодня, конечно же, задавались вопросом, почему на форум пригласили Иванку Трамп, а не первую леди Миланию, на которой сами же и отвечали, дескать, Ангела Меркель, которая ищет подход к новому президенту США, решила сделать ставку на первую дочь Америки. И вряд ли прогадала. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Британские консерваторы с огромным преимуществом опережают лейбористов. Таковы результаты соцопроса перед внеочередными выборами в Великобритании. Согласно исследованию службы Кантар, консервативную партию поддерживают 46% избирателей, а лейбористскую почти в два раза меньше, 24%. Напомню, внеочередные выборы в Объединенном Королевстве запланированы на 8 июня. Инициировала их премьер Тереза Мэй. По ее версии, все из-за того, что в парламенте нет единства в вопросе Брекзита. А вот британские СМИ отмечают, что таким образом Мэй хочет усилить позиции собственной консервативной партии. Пошло не по плану. Британские националисты, партия ЮКИП, представила свою предвыборную программу. Закончилось мероприятие тем, что лидер партии запарикадивался в комнате, скрываясь от вопросов журналистов, и стал предметом издевок в интернете. Над чем сегодня смеются британцы? Подробнее Светлана Чернецкая из Лондона. Партия независимости Соединенного Королевства ЮКИП одна из самых молодых и самых активных в стране. И, по сути, свое предназначение она уже выполнила. Ведь главным требованием этой партии был выход Британии из Евросоюза. Брексит уже запущен, поэтому многие с интересом ждали новую предвыборную программу ЮКИП. От своих националистических идей эта политическая сила не отказывается и теперь хочет запретить мусульманкам закрывать лицо в публичных местах. Хиджаб, никаб, бурка, чадра и паранджа все окажется вне закона. Если партия независимости вдруг придет к власти. Мы хотим, чтобы люди жили по британским законам, принимали британский стиль жизни и действительно наслаждались всем, что может предложить наше общество. Британская пресса не упустила возможности поиронизировать на эту тему. На пресс-конференции тут же прозвучал вопрос, что же делать пчеловодам, которым без головных уборов придется, ох, как нелегко. В ответ лидер ЮКИП благосклонно разрешил закрывать им лица. Но, конечно же, на этом дискуссия не закончилась. Просто переместилось в виртуальное пространство. В интернете гадают, попадут ли под запрет головные уборы монахинь, пожарных, судмедэкспертов и что делать невестам с подвенечной фатой. А в Твиттере запустили новый хэштег, под которым предлагают новые темы для предвыборной компании ЮКИП. Одни требуют перекрыть тоннель Ла-Манша огромной пробкой и заставить французов за это заплатить. Другие выступают за запрет иностранной погоды в стране. В общем, в очередной раз британцы не упустили возможность посоревноваться в остроумии. В этот раз за счет националистов. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Ограбление века в Парагвае, что похитили, и как актер Том Харди боролся с лондонскими ворами. Об этом и не только в нашем обзоре. Ограбление века в Парагвае. Банда напала на инкассаторскую компанию и похитила 40 миллионов долларов, чтобы пробраться в офис, злоумышленники подорвали стену. Перестрелка с полицейскими и силовиками, прибывшими по вызову, длилась два часа. В итоге грабители спалили несколько полицейских машин и скрылись. Когда отступали, подорвали все свои боеприпасы. Сейчас гангстеров разыскивают. Предполагают, они переправились через реку Парана и пересекли границу. Битанский актер Том Харди устроил погоню за вором в Лондоне. Харди увидел, как воришки угоняют мопед с улицы, и погнался за одним из них через парк и строительную площадку. Очевидцы рассказали, было похуже на кадры из боевика. Злоумышленников задержала полиция. Вор, за которым гнался Харди, был шокирован, когда узнал преследователя. Несколько дней в реанимации провел сэр Элтон Джон. У певца и композитора нашли редчайшую бактериальную инфекцию. Врачи до сих пор точно не могут установить ее тип. Но предполагают, она может быть опасна. Сэр Элтон отменил все концерты на ближайшие несколько месяцев. Джон подцепил заразу во время путешествия по Южной Америке. Сейчас угрозы, его жизни нет, но он под наблюдением медиков. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.